За неделю сотрудники полиции проверили 52 иностранных гражданина, 6 привлекли к административной ответственности. По вопросу контроля миграционных процессов отчитался начальник отдела МВД Андрей Терехин и начальник миграционной службы Андрей Дубошин. По отделу МФМС поставлено на миграционный учет 341 иностранных гражданин, проведено 9 ведовых мероприятий. В ходе мероприятий выявлено 8 нарушений миграционного законодательства, 3 человека выдворены за пределы Российской Федерации, это 2 гражданин Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана. Поплатились за нарушение миграционного законодательства и правила регистрации иностранцев в принимающие стороны, хозяева квартир, предоставившие жилье нерегалам и работодатели. На прошлой неделе закончено административное расследование в отношении юридического лица строительной фирмы о аванте, которая привыкла незаконно на работу 20 иностранных граждан. Эти 20 материалов направлены в городской суд, заседание судебное, назначенное на завтра на 5 феврале. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая подняла вопрос предоставления социального жилья незащищенным категориям граждан – детям-сиротам. Выделяемых средств на приобретение квартир недостаточно. После изучения всех сторон проблемы принято решение – строить новое жилье выгодней и эффективней. Одним из вариантов на сегодняшний день нам издать как предложение отца в данной ситуации является строительство многоквартирного жилого дома. Земляный участок у нас подготовлен. Соответственно, на сегодняшний день у меня просьба в содействии Алексея Владимировича будет к вам, к вашим службам, предприятиям ЖКХ и энерго-ресурсным предприятиям. Мы обратимся к вам за выдачей технических условий под наш участок. Я думаю, две недели будет достаточно. Я думаю, 15 апреля начало строительство, это реально, да? Мы без перебалов, а без ничего. Я так, наверное, месяц узнадим, но не то, что перережем. Далее на планерке обсудили текущие вопросы, исходя из погодных условий. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился провести обследование всех водоемов Анапы. К инспектированию должны подключиться и главы сельских округов, обязанные обеспечить безопасность. Говорили о безопасности и во время проведения праздника на Театральной площади. 7 февраля, в день открытия Олимпиады, пройдет концерт и прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Праздник должен пройти на высоком уровне подготовки и обеспечения безопасности. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил работников коммунальных служб за работу во время аномальных для Анапы морозов и в условиях ледяного дождя. Напомним, с 21 по 31 января в Анапе зимние стихии проявились дважды. Дождь, обледенение, затем снег и снова ледяной дождь. Бригады электриков устраняли обрывы линий круглосуточно, работая почти в экстремальных условиях. По пику нагрузки, а это было 31 января, у нас утром без малого 40 тысяч населения были без электроэнергии. Представляете, что это? Это каждый четвертый, пятый житель города Курова не имел этой услуги. И те фантазеры, которые говорят, что это все можно было убрать, я подчеркиваю, фантазеры, это надо было выгрызать зубами. Последствия мы видим до сих пор на дорогах, на тротуарах. Но, Алексей Алексеевич, как только погода позволит, за ноль с плюсом переварить, то есть плюсовая, надо убирать. Еще раз хочу вернуться и поблагодарить в том числе и дорожников, и электриков, и коммунальщиков. Вы обратите внимание на санитарное состояние в городе по уборке твердых бытовых охранников за работу в этой работе. Спасибо. Устранять последствия стихии начали сразу. Когда погода установится, работники примутся за восстановление тротуарной плитки и очистки дорог и тротуаров от смеси песка и соли. В городе на обледеневшей дороге выбросили несколько сотен тонн смеси. Мэр Анапы настроен возродить большой спорт в городе. Об этом тоже было сказано на планерном совещании. И планы не на словах. Большие достижения женской волейбольной команды нельзя забывать. Спортсменов надо поддерживать и вернуть их веру. Если есть герои, они должны чувствовать себя настоящими героями.